О миротворцах президент говорил и на заседании Совета Безопасности ООН. И сегодня же провел ряд важных двусторонних встреч. Подробнее Дмитрия Нопченко. Когда три дня подряд с главной трибуны ООН выступают первые лица, то их месседжи зачастую теряются, какими бы громкими они ни были. Но украинский вопрос в этом году на слуху, в том числе и потому, что он не только украинский. В конфликт на Донбассе сейчас и Европа, и Америка вовлечены. И рассчитывают, что они должны сказать свое слово. В том числе и здесь, в ходе Генеральной Ассамблеи ООН. Переговорив ТТТ с одним из участников Нормандской четверки, французским коллегой Макроном, и сверив позиции, в том числе и договорившись о том, когда в ближайший раз соберется Норманди Фор, украинский президент пришел на саммит по миротворцам под эгидосов без ООН и в том самом зале, где собирается Совет Безопасности. Главное в его выступлении. Глава государства озвучил официальное обращение к председателю Совета Безопасности ООН. Украина просит начать разворачивать на Донбассе миротворческую миссию. Мол, своими миротворцами страна не один конфликт помогла урегулировать, но теперь ей самой нужна помощь. Три года агрессии России стоили Украине более 10 тысяч погибших, более 25 тысяч раненых, более полутора миллиона беженцев. Чтобы восстановить мир в нашей стране, еще весной 2015-го я официально попросил президента Совета Безопасности ООН о процедуре введения миротворческого контингента ООН в Украину. Агентство ООН президент попросил направить на Донбасс наблюдательную миссию, на основании выводов которой и должны быть приняты все решения и о сроках направления голубых казок в Украину, и о мандате будущей миссии. Принять такое решение генеральный секретарь ООН вправе лично, и для этого ему не нужно согласие ни Совета Безопасности, ни Генеральной Ассамблеи. Формально разговор в этом зале о разных миротворческих миссиях и об их судьбе, ведь новая американская администрация, стремясь урезать расходы, настаивает на сворачивании части из них. Но для украинского плана это не препятствие, скорее шанс перераспределить деньги в пользу операции, которая действительно может помочь. И президент Порошенко впервые на высшем уровне сформулировал, на что Украина согласится, а на что нет. Украина предоставила свое видение миротворческой операции на Донбассе. Мы считаем, что необходимость такой операции возрастает, и хотим обратить пристальное внимание на детали, потому что весь смысл в деталях. Мы считаем, что миротворческая миссия и влияние Радбеза необходимы всей оккупированной части Востока нашей страны. Второе. Их участие необходимо для восстановления контроля над неподконтрольной частью украинской границы, чтобы прекратить поставки России на Донбасс оружия, амуниции и переброску российских военных. И третье. Цель операции — принести мир и восстановить украинский суверенитет на оккупированных территориях, а не заморозить оккупацию и конфликт. Это позиция не только Украины, но и большинства членов ООН. Миротворческая миссия на Донбассе может стать и действенным механизмом, чтобы остановить войну, и угрозой, что ситуация будет заморожена. В зависимости от того, какой мандат получат голубые каски ООН. Будут лишь сторонними наблюдателями, или получат право открывать огонь. Станут разделять стороны, или сформируют ООНовскую переходную администрацию. В недавней истории ООН уже были ситуации, когда чиновники организации, по сути, став временной администрацией, получали всю полноту власти на оккупированной территории, и затем передавали ее в состав единой страны. Многие дипломаты из тех, с кем я говорил, здесь, в Нью-Йорке, видят параллели с Донбассом. Но пока вопрос не этом. Вопрос даже не в мандате будущей миротворческой миссии, а в принципиальном решении. Поедут ли миротворцы ООН на Донбасс и когда? Из Нью-Йорка штаб-квартира ООН Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер.